Друзья, мы сейчас поедем покупать суперскую тачку для нового проекта. Это 401-й «Москвич» 52-го года выпуска, который последние 20 лет стоял вросший в землю на болотистом достаточно участке. Как сказал владелец, люди периодически приезжают в попытках его купить, но смотрят на его состояние, молча разворачиваются и уезжают. Машина мертва настолько, насколько она может быть мертва, ее вот-вот сдадут просто на металл. Но мы не можем этого допустить, мы хотим дать этой машине вторую жизнь. Мы ее заберем, если вообще физически ее можно оттуда забрать, если она не вросла так, что при попытке ее сдвинуть, она просто рассыплется в трубку. И поставим в нее V8. Это будет очень интересный проект. И, надеюсь, для вас и для нас, потому что мы очень любим возиться вот как раз с такими машинами, которые уже мертвы. А пока я жду Леху, я листаю на Мирограмм, где вы выкладываете фотографии наших проектов всяких. Я смотрю, сколько здесь много фотографий видео Нивы. Если до конца домотать, можно даже найти фотографию, где она еще не распиленная. И вся ее история очень прикольно наблюдать. Практически по всем проектам примерно такая ситуация. Вы можете тоже, кстати, посмотреть историю своей машины, потому что по-любому когда-то где-то она светилась. Ссылку я оставлю в описании. Вот уже идет Леха. И мы поехали далеко в Ленобласть покупать какую-то дичь. Как ощущения, Лех? Шоковые. А мы его погрузим. Открой дверь, если она в руке не останется, то все нормально. Оно не откроется. Что-то мне подскажет, что если это сдвинуть с места, попытаться. Оно так вросло. Здесь еще такая балутистная местность, и это все вросло вниз. И я боюсь, что когда мы за передок потянем, задок останется на месте. Сейчас пытаются накачать колеса. Но внизу непонятно, что внутри непонятно, потому что здесь все в коврах этих. Ну что? На кой надо? Да по-моему пушка. Я боюсь, что он просто разложится напополам. Но мне нравится вот этот курс, именно его передком. То есть такой классический, похож на американские вот идут старые машины, которые очень красиво в тюнинге выглядят. Поэтому вот именно этот кузов разложится напополам. Было очень прикольно, и это хорошо, чтобы мы вовремя отошли. Потому что она рванула. Причем рванула так хорошо, прям туда вот все. Леху задело шрапнелью. Все, Леха любит уже эту машину. Короче, опасно, потому что вот эти камни сейчас разлетели здесь достаточно хорошо. Это первый случай покупки автомобиля, когда мы ходим вокруг него уже полчаса и не понимаем, мы его вообще берем или не берем. Ну типа его вообще можно ли его физически отсюда взять или нельзя. Пока вообще непонятно. Но мне кажется, вот это плохая идея. Мы сейчас бампер замнем вверх. Надо его сюда больше тащить, вперед. Может быть мы все-таки вот этот булыжник с под колеса вытащим? Когда машину нельзя подтамкратить, а поставить колесо надо, нужно просто подкопать. Если шины нету, значит она и не проколется, правильно? Здесь есть еще вот такой вот мотоцикл. ЕМВ, это послевоенные БМВ. Три года выпускались вот эти вот мотоциклы. Но продавать не хотят, хотя он здесь явно умрет на участке. Но жаль, конечно, но вот не продают, хотели выкупить. Блин, Леха, мы такую булочку с тобой берем. Да, слушай, прям аж тошнит. Ну короче, можете нас поздравить. Мы в этот раз вписались в какой-то блудняк. Но это будет весело. Короче, тачка в результате провала все же. Видите, какой здесь зазор. А здесь двери с трудом закрылись. Порогов здесь давно нету. Но у нас еще и оторвался лонжерон. Вот у нас был лонжерон, и он как бы кончился. А вот здесь кончился порог. Поэтому все как мы любим. Машина создает из двух частей, держится на крыше. Блин, короче, я домой поехал. Да ладно, все нормально. Я не хочу делать. Да нормально будет, мы сто раз так делали. Давай, короче, так. Мы ни разу такое не делали. Такое ни разу. Да не страшно. Давай так, короче, мы берем эту тачку, и я тебе каким-то сюрприз куплю. Ты умеешь уговаривать. А еще, короче, самый прикол в том, что на такую самую лютую отрыгу, которая у нас вообще была, приехал эвакуатор Мерседес. Но несмотря на что, я все равно безумно рад, что мы купили это ведрище. Потому что оно очень веселое. И когда оно поедет на В-8, это будет страшно. Я просто в поисках металла. Ну, к этому вариться надо было. Что ты делаешь? А-а-а, вот оно что. Вот я и в поисках того, к чему можно хотя бы точку поставить. Блядь. Что ты делаешь, изверг? Такая машина изуродовал классику. Лучше бы мне отдал. Я бы восстановил. Как это нечего восстанавливать? Это же москвич. Ты просто еще комменты не читал. Ты еще не знаешь, что-то напишут. Пацаны бы в гараже за неделю с бати бы справились. В идеал бы восстановили и продали бы за 10 лямов. Чувак, там нет лонжерона даже. Нету его. Ну как нету? А это что? Вот он. Вот все. Я думаю, что мы справимся с этой задачей. Зачем я придумал какую-то херню на... Сюда в восемь надо поставить. Ты понимаешь? Нужно, чтобы это выдержало. О, все понял, понял. Я почти снял. Ой. У нас сиденье на пол провалилось. О, бонус. Ну, хоть что-то работает тут. И слоник-то и тот повеситься пытался. Ну да. Мне кажется, что мы его вот в тот контейнер плавно перегрузим и вывезем. Ну, что сказать? В целом-то неплохо. Ты что, продырявил? Насмерть. Убил. Ну, короче, все хорошо. Я думаю, да. К лету построим. Нам решил поближе показать лонжерон. Вот он. Вот, собственно. Вот это вот был лонжерон. Это был выхлоп. Это был пол. Это жестко. Это жестко. Леха не хочет делать этот проект. Спасибо, что смотрели этот видос. Да. Всем удачи и пока. Нам нужно сюда поставить V8. V8 даже в живом кузове кузов не выдержит. Нужно делать кастомную раму. Кастомная рама это кастомный пол все равно. Все равно придется усиливать кузов. Ну, он здесь заведомо как-то. Да он отличный. Ты посмотри, он булочка вон здесь. В жопу, блядь. Кто там? Я думаю, что все будет хорошо. Да не будет ничего хорошо. Все будет херово. Все будет как всегда. Ну, так вот. Всегда же прокатывало. Я тебе говорю, мы сейчас варим здесь каркас. Отпиливаем клетку вот эту. И руками поднимаем клетку. А днище оставляем, остатки днища на полу. И ставим в уголок. Делаем этот раму. И потом на раму руками переносим эту штуку и привариваем. Во. В общем, мы линг-шоу решили сделать хот-рот. Вот так это все и происходит. Ой, блядь. О, сука. Да ладно, не откручивается. Не хочет. Не надо. А что ты делаешь-то? А как мы потом это вернем обратно? Ты дурак? В смысле? А как ты обшивать эту дочь? Таблеточки утром бил? Бил. Не сопротивлялись. Мы же, наверное, новое что-нибудь придумаем сюда. Да? А чем? Ну, все поломал. Мы разобрали здесь маломальский салон. И мы немножко, конечно, сейчас еще в шоке пребываем от всего происходящего. Но тем не менее, я вижу дальнейшее развитие ситуации такое. Нужно выставить вот эту стойку и вон ту стойку, чтобы они с обеих сторон одинаковые были. Потому что тут немножко порвался здесь, оно разъехалось и все. Нужно сделать вот такую вот дугу из трубы, которая будет это все держать. Здесь временную перемычку по крыше перемычки. И это все уже будет хоть как-то держаться вместе, никуда не должно уехать, по идее. Вот эти вот все перемычки потом будут обвариваться и будут уже каркасом полноценным. Потом мы отпиливаем днище. И сдаем все на металл. То есть ты единственный молдинг решил сломать? Единственный? Но у нас нет другого. И там снизу болтик! Вот здесь вот головка нужна на ничто. Ну, потому что там биле не осталось. Есть на сголовку на ничто? Ну, почему? Так все нормально. А на сколько тебе голову дать? Так, давай вверх ее и на себя подержим. О, я же сказал! Попробуй его просто вверх дернуть. Да, если подергать подольше, я думаю, она отвалится. Я открутил. Мне это напоминает батон. Вот прям батон так залежал по частям. Решил немножко дальше поковырять пол. Снять все вот эти вот ковры. Смотрите. Это пол, это пол, это пол. Пол, пол. Кардан! Кардан! Железо толщиной в два пальца. И дальше снова ни хера. Тут все вот, ну, все, кончилось. Леха не хотел работать с этим кузовом. Говорит, что это просто мертвый мертвец. Я ему говорю, что мертвой умереть не может. Любой дешевый москвич будет именно таким. В результате мы долго с ним спорили, но я победил. Заказывает металл. Потому что илингшоу не сдается. С лобовыми это вага. Да? Я уже сдался. Слабак. В общем, сейчас мы с матом-перематом будем готовить салон к инсталяку. К помойке. К помойке он давно готов. В общем, мы готовим сейчас внутрянку к привариванию труб. Вопрос, куда их приваривать? Ну что, в поисках металла. Часть 1. Металл. А ты говоришь говно. Москвич делал вещи. Ну, в целом, неплохо. Металл найден. Это говорит о том, что я был прав. Как всегда. Леха вечно говорит, блин, я домой, у меня жопа чешется, вот это все. А ты мне киндер так и не купил. Ну, потом. Все, вызывай мне оплошку. Поехал совсем, парень. Ты что делаешь? Стекло мою. У нас появилось железо. Трубы на обвязку салона взяли тонкие, но со стенкой 2,8. В принципе, они должны справиться, потому что нам не строить прямо каркас. Нам нужно просто дополнить усиление кузова, которого нет уже давным-давно. Вот эти трубы должны справиться. Теперь осталось их замерить, нарезать и нагнуть. Нагнуть это мы можем. Тихо, 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 тихо. Успокойся ты. Перебдел, блин. Давай еще. Ну, вот так-то так. Вообще нужно равномерно по всей длине. Так что давай вот здесь вот немножечко подзагнем. Зачем равномерно? Да ты видишь, что крыша, вот силуэт он равномерный. Давай вот здесь вот чуть-чуть. Потом я пододвину и еще чуть-чуть. В общем, вот так вот потихонечку. Два раза подзагнули, один раз отпилили. Каждый раз все проверяли. Долго, муторно, это вот самая сложная часть. Это вот повторить эту арку. Вот эту, потому что она и тут загибается, и тут загибается. И в конце еще больше загиб. Ё-моё, как-то мы бы обосрались. Мы и не планировали с первого раза. Я заблудился. Как обычно едут. Вот здесь вот нужно загнуть больше. А здесь вот нужно загнуть меньше. Ну, сейчас как родная станет. Или нет? Не, ну что-то похоже. Кончик подпилить. Вот на полтора пальца. Вот так. Кто-то из вас подумает, что зачем мы взяли такую негруху. Можно было доплатить 1020-1030, взять кузов более-менее живой. Но видите ли, в чем проблема? Это и линг-шоу. У нас своя такая болезнь мозга. Мы всегда покупаем самое дешевое и самое упоротое. Принципиально. Потому что, ну, лично я в этом вижу какую-то долю искусства. Когда вы берете то, что нужно отправить на свалку, и ни один реставратор даже за это не возьмется. Вот именно за такую машину меня прет браться. И из мусора создавать что-то интересное. Это такое своеобразное искусство. И я больной на голову художник. Можно воспринимать это так. Что, массу не знаешь, куда повесить? На железо. Алёк, не там варишь. Отваривай. Ну ты дурак, потому что. Ну грёбаные пассатижи. Ну кто тебя уучил так трубу класть? Выйди из класса и зайди нормально. Дай я поставлю трубу нормальную. Вот другое дело. Так, вторая стойка, передняя. Вторая передняя что? Передняя вертикальная стойка готова. Сейчас отпилим лишнее. И переверни ее вот так вот вверх этой штукой и засовывай. Вот так вот. Теперь ввариваем это все дело. Так. Вторая сторона тоже готова. Уже проваривается потихонечку все. Мы начинаем обвязывать крышу, но здесь логично, что можно поверху потихонечку гнуть, смотреть. У нас распорка центральная готова. Смотрите, как вплотную она идет к крышею. Идеально прям согнулись, а при вас будет пушка. В ход пошла более толстая труба, потому что она будет собой символизировать силовую конструкцию, непосредственно на которой, точнее, который будет наш кузов опираться на будущую раму. То есть это вот... Символизировать. Символизировать, да. Это только символизм. В этом больше ничего нет. Никакой смысловой нагрузки больше. Поэтому мы взяли трубу потолще. Это не потому, что у нас те трубы кончились, мы мало их купили. На самом деле все продумано. Или нет. Эта труба будет находиться вот здесь под стеклом, и кузов как раз таки ей будет упираться в будущую раму, которая вот здесь вот из-за моста. Рама пойдет здесь вот вверх и будет приходить к этой трубе. Ай, отойди, я сейчас все сделаю. Держишься там? Так, дальше у нас начинается уже более серьезная вещь. Нам нужно усилить вот эту вот стойку, но так как здесь мы ничего не хотим никаких распорок ставить, мы пойдем вот от этой силовой точки вот сюда к будущему порогу. И здесь мы тоже возьмем толстую трубу, потому что здесь такой достаточно неплохой изгиб, нужно что-то намного жестче. И у нас первый конфликт с остатками металла, это вот этот вот постамент для заднего дивана. И так получилось, что это по задней части, точнее по полу, единственный силовой элемент, который живой и что-то держит. А нам его прямо в самой ответственной части сейчас нужно выпилить, потому что нам через него здесь нужно провести трубу, а здесь порог сквозь него пойдет. Все прошло удачно, ничего не сложилось вроде. Сейчас привариваем. Идея заключается в том, что у нас есть две трубы по передней стойке и по задней стойке. Мы берем сейчас квадратную трубу, просто вот сюда вот прикладываем, по высоте, по дверям ее ориентируем как-то, и привариваем из точки А в точку Б по прямой. Это будет наш порог. Потом к нему мы приведем центральную стойку. Снаружи это будет выглядеть таким образом, что вот с этой стороны он уйдет под дверь, а там он будет немножко выпирать наружу. Нам нужно, чтобы в итоге пороги выпирали наружу, поэтому мы потом, может быть, у всех, все пороги. Сейчас в компании закажем, наверное, чтобы нам согнули такой аккуратненький порожек, просто пенку порога. И мы туда засунем, трубу эту спрячем, будет выглядеть очень аккуратно, но сейчас это минус огромный геморрой в вопросах того, как нам здесь как-то ориентировать наши пороги. Сейчас приварим по прямой. Вот мы так всегда все делаем. Хорош! Если кто-то из вас думает, что мы здесь просто экспром какой-то городим и не знаем, что нужно делать, на самом деле мы все заранее просчитываем, вот наши чертежи. И как бы мы понимаем, чем мы занимаемся. Сейчас мы уже делаем центральную стойку, приводим ее к той же самой вот этой вот трубе. И одна бочина у нас будет фактически полностью зашита. Та сторона у нас полностью готова. Прикольно наблюдать, когда из ничего появляется какой-то конструктив. Вот прямо тачка из праха плавно восстанавливается у нас на глазах. Меня это очень радует. Сейчас у нас самое сложное мероприятие, ну точнее это мероприятие сложнее, чем все, которые были до этого. Впереди будет еще сложнее. В данный момент нам нужно удалить единственный живой силовой элемент этого кузова, вот этот порог. Чего получится, непонятно. С одной стороны, у нас на той стороне уже есть какой-то порог, но он еще полностью не готов, потому что не обвязан с этой стороной. И неизвестно, как на это отреагирует кузов. Но одеваться некуда абсолютно, потому что этот порог сохранять, понятное дело, смысла никакого нет. Нужно полностью сделать днище. А к этому оно еще что-то держит, но привариваться к нему невозможно. Поэтому от этого порога точно нужно будет отстраниться автомобилю. Мне стремно, я не хочу. Можно я домой пойду? Друзья, мы наконец-то поехали покупать донора на V8. Что это за машина, у кого мы ее покупаем, что за мотор в ней стоит, вы узнаете в следующей серии. Однако, если из вас кто-то максимально нетерпелив, вы можете вбить в номерограмме вот этот вот номер и посмотреть раньше всех. Я думаю, вы будете приятно удивлены, потому что мы задумали прямо жесткую дичь. Лонжерон здесь тоже был целый по стольку по скольку. Вот этот вот я верхний слой снял, а внутри здесь тоже труха вся. Вон, посмотрите. Короче, вот лонжерон. Мы ввариваем вторую дугу, вот эту вот, которая задняя стойка. Горячо, зачем кидаешься? Итак, друзья, второй порог установлен на место. Центральная стойка тоже только что была вварена. Значит, конструктив автомобиля мы усилили. Он не разъехался, он не рассыпался. И это значит, что проект точно будет жить. Что у тебя? Ручку-то. Смотрите. Все двери закрываются. Все идеально. Сейчас наша задача связать два этих порога временными конструкциями. Это вообще не проблема, потому что на этой операции нам не нужно удалять ничего архиважного. То, что держит на данный момент машину. Ничего не держит машину на данный момент и на момент последних 20 лет. Сейчас мы кинем временные трубы под уровнем наших порогов. А потом я объясню, почему мы их делаем именно под ними, под порогами. Потому что в этом есть огромный смысл на перспективу. Ну что, впервые за десятилетие эта машина оказывается на подъемнике. Давай попробуем потихонечку. Мне кажется, сейчас все отключится автоматически. Все, что должно, включится. Не, не факт, но у нас выровнялись зазоры здесь. А вот ты посмотри сейчас, двигатель стоит на месте, а машина вверх идет. Сейчас мы наконец-то будем удалять мотор, удалять всю подвеску и остатки днища. И будет полностью готовый вот этот кокон для интеграции в него рамы. В общем, мы решили, что отделять переднюю подвеску проще сразу же со всеми усилениями и с лонжеронами. Вот примерно вот так, потому что нам это ничего больше не понадобится. А я думал, что у нас горит? Внутри что-то продолжает гореть, но мы не обращаем внимания. Само догорит и погаснет. Ничего страшного, гореть там особо нечему. Теперь надо протереть камеру. Теперь нужно снять задний мост и все готово. Можно ехать. Все, спать. А кто пилить будет? Осталось выпилить только вот эту вот заднюю часть пола, которая нам нафиг не нужна. И наша заготовка полностью готова. Я не такой стороной пилил. Все, голова не ровнула. Я вот этой вот гладкой стороной пилю. Она тоже остренькая. Что, думаю, не идет-то никак. Все, я устал. Так, друзья, наконец-то этот видос окончился. Подошел к концу. Мягко говоря, мы устали на букву «З». Салон полностью обвязан. Все лишнее с машины скинуто. Машина готова к тому, что в нее вот сюда вот зайдет рама несущая, на которой будет и передняя, и задняя подвеска, и мотор. Это все будет в следующей серии. Поэтому подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Все, что нужно для продвижения видоса. Большие комменты и так далее. Мы устали, мы пошли немножко отдохнем, и снова в бой. Завтра, в принципе, продолжим. Завтра мы уже начинаем строить раму. Проект должен быть, ну, по моей задумке, очень интересный. Тут будет V8. Это будет такой смесь хот-рода, рэд-рода, ну, в таком американском стиле. Короче, подписывайтесь на канал, и все, увидите сами. Увидимся.